Музыка Женская гонбольная команда Ростов-Дон завершила выступление в первом круге чемпионата России. Пока подопечные Сергея Белицкого занимают второе место в турнирной таблице. Передью ростовчанок больше месяца подготовительной работы. Хотим это время провести достаточно активно. Сейчас буквально сегодня выезжаем на учебно-тренировочный сбор в Алушту. Немножко вдохнем жизни в людей. Попутно возьму с собой девчонок с высшей лиги. Мы периодически вместе работаем. И я думаю, это идет только на пользу. Затем примем участие в Кубке памяти Турчина в Киеве. Три дня на это потратим. Вернемся в Алушту. Доработаем сбор. Придем в Ростов. И буквально недельку будем готовиться к Кубку губернатора Московской области. Турнир в Звенигороде. После этого турнира, уже на этот турнир поедем со сборниками России. Украины, соответственно. После этого будем уже готовиться в Ростове. В восьми проведенных матчах в первом круге ростовчанки одержали шесть побед и дважды потерпели поражение. Оба раза в выездных матчах. Играли не в оптимальном составе. Но из того, что не удалось сделать, это взять очки на выезде в Тольятти и Волгограде. Соответственно, это нужно в будущем восполнять дома. Ну, а в остальном команда очки не потеряла. Сыграла достаточно ровно. Я бы сказал так, удовлетворительно, наверное. Напомним, что в текущем сезоне по окончании предварительного этапа начнется плей-офф, противостояние в котором будут проходить до трех побед одной из сторон. Конкуренция, которая образовалась в этом сезоне, была ожидаема. В принципе, каждый может обрать каждого, что показывают игры. Так прекрасно Тольятти смотрелось у себя дома в первой стартовой игре. И вдруг терпят поражение на своей площадке от Денигорода, от Волгограда. Ровно идет сейчас Волгоград, который не потерял ничего. Команда имеет по сравнению со всеми определенное преимущество. Но опять еще целый круг, еще плей-оффы. Пошли играть, играть. Очередной матч в чемпионате России Ростов-Дон проведет 26 декабря на своей площадке с Тольяттинской ладой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова